Привет, я Алена и сегодня мы говорим про бессонницу. Что сделать, чтобы лучше спать? Соответственно, все, что можно, я расскажу в этом видео. Приходите в консультации, передавайте это видео, кому оно важно. И я посоветую вот такие вещи для того, чтобы забыть полностью о бессоннице. Первое. Спите на правом боку. У очень многих людей печень жирная и зашлакованная. Если спать на левом боку, то печень может давить на сердце и это будет не очень комфортно. Гораздо лучше, если печень находится над сердцем. Кроме того, так будет легче дышать и это поможет при бессоннице. Дышать нужно медленнее для того, чтобы обеспечить хороший сон. Другой момент. Если у вас есть стрессовые ситуации, бесконечные какие-то тревоги, то важно сосредоточиться на дыхании перед засыпанием. Если надпочечники перегружены, то дыхание будет быстрым, вдох-выдох короче. В общем, нужно добиться равновесия, чтобы комфортно себя чувствовать. Ложиться спать хотя бы до 22-23 часов. Почему? Потому что я говорила про циркадные ритмы. Когда они нарушаются, то нарушается вообще внутренняя история. Если вы ляжете спать в 23 или в полночь, то вы пропустите нужный момент для засыпания. Обратите внимание на ваш пульс. Допустимо, чтобы он действительно был в нормальных ритмах. Если это не срабатывает, то здесь идет дефицит калия. При дефиците калия сердце бьется сильно и громко, пульс учащенный. Если пульс слишком частый, то начинайте есть больше овощей, потому что у вас недостаточно калия. Если пульс хороший, то все будет у вас проходить лучше. Если будете есть много сахара, то точно останетесь без калия. То есть калий – это история, которая очень серьезно расходуется. Перед сном полезно пользоваться массажем для того, чтобы расслабиться. И перед сном очень важно массировать шею, область спины, область надпочечников. Это то, что поможет уснуть. Другой момент. Бессонница бывает при стрессовых состояниях. Когда вы устаете, когда у вас есть перегрузка и когда вы не решаете какие-то жизненные задачи. Все эти моменты, они влияют на то, почему у вас мучает бессонница и, соответственно, почему у вас может быть стресс. Пишите вопросы под видео, я с радостью вам отвечу. Передавайте мой аккаунт тем, кому он важен. Вы на канале с медицинским психологом. Здесь про здоровье. Продолжение следует...